Бесконечный антистресс-трансформер из бумаги, своими руками. Бумажная игрушка в стиле игры Поппи Плейтайм с Хаги-Ваги, розовой киси-миси, кэнди-котом и, конечно же, самой Поппи. Классные рисунки! Выбирай своего персонажа и делай вместе со мной. Невероятный фокус с Хаги-Ваги. Это классные лайфхаки для школы из бумаги. Обязательно попробуй. Для поделки понадобится черный картон или плотная черная бумага следующих размеров. С левой стороны отступим дважды по одному сантиметру и нарисуем два отрезка карандашом, которые нужно будет согнуть, как я. Вот так. Подготовим еще одну такую же деталь и еще две небольшие из того же материала. Согнем уголочек в каждом из прямоугольников. Отлично! Приклеивать их будем на большие прямоугольники с той стороны, где сделаны сгибы. Отсчитаем один и где-то по центру тонкой полоски с легкостью приклеим нужную деталь для фокуса с Хаги-Ваги. Один маленький прямоугольничек должен быть сверху главной заготовки, а вот второй будет снизу другой главной заготовки. Потом поймешь почему. Детали из плотной бумаги для поделки готовы. Теперь соберем игру плейтайм. Наклеим двухсторонний скотч. На первые полоски с краю. Если скотча нет, не переживай. Приклей просто обычным клеем. А теперь смотри. Одна заготовка лежит с приклеенной деталью слева, вторая деталью справа. Убираем защитный слой от скотча и склеиваем две заготовки. Вместе. Как и лежали. С каждой стороны будут находиться сгибы, которые мы делали ранее. А внутри поделки два небольших приклеенных прямоугольника, у которых мы загибали уголки. Обязательно проверь, все ли у тебя будет верно. Как я говорю. Немного подожмем все сгибы. А теперь самое интересное. Рисуем хаги-ваги. Для начала сделаю набросок. Карандашом. Нарисую его голову со страшной улыбкой. Большими глазами и острыми зубами. На которых висят слюни. Жуть! Такого за углом встретишь и... Случится страшное. Как только набросок сделан, приступаю обрисовывать контуры черным маркером или линером. Возьму целых два. Подготовлю свою руку к рисованию. Класс! А где рисунок? Отлично! Берем маркер и начинаем мазюкать. Шутка! Для обрисовки контуров, я люблю использовать несколько линеров. Разной толщины пера. Толстым обвожу наружные контуры. И все, что нужно закрасить черным. А тонким внутренние контуры. Вообще, вместо Хаги-Ваги из игры Поппи Плейтайм, можно нарисовать любых других персонажей. Каких захочешь. Фокус получится все равно классным. И для развлекухи с друзьями на переменке. Ух, как пригодится! Голова и длинная рука, которая потянется за твоим другом, готовы. Вырезаем и приклеиваем их на те небольшие внутренние прямоугольники. Голова сверху, а рука, соответственно, снизу. Ну, а если хочешь еще и удивить своих друзей, можешь сделать и наоборот, конечно. На белом кусочке бумаги рисуем фрагмент из игры в Поппи Плейтайм. У меня это будут две вытянутых руки, которые тянутся к открытию двери в длинном и темном коридоре. А вот что находится за ней, мы так и не узнаем. Потому что до того, как открыть ту самую дверь, нас слопает кровожадный Хаги-Ваги. А может он не кровожадный? Как ты считаешь? Отличный получился кадр. Нанесем на обратную сторону рисунка любой клей. Приклеим его на лицевую сторону бумажного фокуса или игры. Честно, даже не знаю, как назвать то, что сделала. Самое главное, что подделка из бумаги получилась классная. Играй и развлекайся. Хочешь себе такие классные рисунки? Выбирай своего персонажа и делай вместе со мной. Для первого рисунка берем небольшой кусочек белой бумаги. Такого размера, чтобы он помещался с комфортом на твоей ладошке. Рисуем овал, а в нем любую мордашку, которая по типу из него вылазит. Если не хочешь хаги-ваги, нарисуй утку или куклу, что угодно. Но только голову и руки, находящиеся снизу головы. Имитируя настоящую иллюзию. Я всегда сперва делаю набросок простым карандашом. После обвожу черным линером контуры, что в дальнейшем при раскрашивании цветными маркерами облегчает работу. Удерживая расплывающиеся цвета по бумаге. В принципе, можно сначала раскрасить, а уже после обвести контуры. Эффект будет тот же. Возможно, даже лучше. Яркий рисунок с зеленым хаги-ваги готов. Вырезаем. Просто милашка. Разместим белый лист бумаги снизу, а сверху свою руку. Ладошкой вверх. На нее положим рисунок и подрисуем на руке пару моментов. Для лучшей иллюзии. Со временем ты научишься разбираться с тенями, рисуя такие фокусы вместе со мной. Надеюсь, первый трюк заслужил твоего лайка. Ну а я сразу перехожу к другому. Также используем для поделки белый лист бумаги следующих размеров. Складываем его гармошкой вот в этих местах. Проверь, так ли у тебя, как у меня. По центру нарисую милашную киси-миси. Она вроде подружка хаги-ваги. Если я что-то напутала, буду рада твоей поправке. Немного истории. Киси-миси – версия хаги-ваги женского пола, который отличается от своего родственника розовым цветом. В первой главе Поппи Плейтайм часто встречалась на плакатах. По мнению фанатов, киси-миси является главным талисманом компании самой Плейтайм. Ее популярность обусловлена тем, что она целует детей. В то время как хаги позиционируется обнимашкой. Можно ли сказать, что киси – родственница хаги? Конечно. Если они не являются братом и сестрой, то точно одной расы. Хотя более правдивая версия звучит так. Компания изначально создала куклу хаги. Но немного позже поняла, что синяя игрушка больше ориентирована на мальчиков. И решила создать розовую куклу для девочек. Они очень похожи, по-моему, кроме одного. У киси нет таких клыков, как у хаги. Она просто милашка. Рисуем рисунок, поочередно раскладывая его. И тем самым дорисовывая ее тело все длиннее и длиннее. Раскрашиваем ее в нежно-розовые оттенки цветных маркеров или карандашей. Только ручки и ножки раскрасим в желтый цвет. Немного подбавлю теней, и мой рисунок будет готов. Какая крошка! Погладим ее немного, и она вырастет. Еще немного, и она стала совсем большой. Как тебе такой рисунок? Пиши в комментах. Для следующей поделки используем лист белой бумаги размером 15 на 21 сантиметр. Согнем его, как я, на глаз. И приступим к рисованию, на этот раз, самого Хаги-Ваги. Рисовать буду его голову, с большим ртом, страшными клыками и прикольными глазами. Раскрываю рисунок и дорисовываю рот, получая его еще больше. Рисуй свой рисунок правильно, чтобы при закрытом ротике не было видно всех остальных деталей, которые расположены при открытом. Только тогда твой рисунок будет верным. После, как набросок будет готов, обведу черным линером контуры и раскрашу в яркие подходящие оттенки. Рисовать я сильно не умею. Поэтому, если что-то не так, получилось у меня. Сильно не смейся. Но, если честно, рисовать мне нравится. Я уверена, что рисуя постоянно, мы с тобой добьемся нужных результатов. И когда-нибудь наши рисунки будут очень красивыми. Немного добавим белых бликов на губы, делая их объемней. Хотя они и так пухлые. Смотри, что получилось у меня. Как тебе? Жду твоей оценки. На белом листе бумаги нужного размера. На этот раз нарисую еще один интересный рисунок с фокусом или иллюзией. Наверное, так все же будет вернее. Не делая сгиба, согнем левую часть рисунка. Немного. В правой стороне поставим отметку, где будем рисовать свой рисунок. Таким образом, чтобы сам рисунок не заходил до согнутого края. Это будет висящий хаги-ваги. Рисовать его очень легко, по сравнению с теми, которых я уже рисовала. Здесь рисуем голову с красными губами и большими глазами. Под ней висящее тело, которое должно становиться тоньше. Такой манерой рисования мы позволим своему другу или подруге увидеть висящего персонажа. Внешне хаги-ваги напоминает высокого снежного человека с треугольной головой, большой улыбкой, полный острых зубов и бледно-голубым мехом. Предположительно, относится к аниматроникам. Это такие современные механизмы кукол. Исходя из появления данного героя в игре, я имею в виду хаги-ваги, с ним лучше не встречаться. Но если этого не получилось избежать, то лучше беги. Подрисуем руки на сгибе, который делали слева. А теперь смотри, как это здорово смотрится. Как будто по-настоящему висит наш герой. И еще одна отличная иллюзия. Или фокус из бумаги. Все с тем же известным голубым плюшевым персонажем. Складываем бумажную полоску пополам. На одной половине нарисую доброго и улыбающегося хаги. А вот на второй будет злой, с клыками. Желательно рисовать оба рисунка в одном и том же расположении листа. Тем самым твой фокус получится круче. Я покажу тебе немного позже, как все это дело будет смотреться. Очень рада буду, что такие идеи фокусов, иллюзий или рисунков тебе понравятся. И ты подаришь мне свой шикарный лайк. Если ты еще не подписан на канал поделки-самоделки, буду ждать тебя в нашей уже довольно-таки большой творческой команде. Вместе мы сила. Так что обязательно присоединяйся. И жми на кнопку подписаться. Ой, какой милашка получился. Грибастенький. Размещу его сверху, а злого снизу. Возьму карандаш и на него накручу первый листочек синим лотой. После просто быстро шевели карандаш в стороны, получая отличный эффект меняющегося настроения. Бесконечный антистресс-трансформер из бумаги, своими руками. Бумажная игрушка в стиле игры Poppy Playtime. С хаги-ваги, розовой киси-миси, кэнди-котом и, конечно же, самой Поппи. Ставь лайк и поехали. Для антистресс-трансформера подготовим 4 квадрата размером 7 на 7 сантиметров. Каждый квадрат разделим на 4 равные части. Подготовим свои волшебные ручки к рисованию. Отлично. А как же нет? Сперва простой карандаш. Первым делом на квадратах рисуем рисунки. Я выбрала тему игры Poppy Playtime. Поэтому первым, кого я нарисую, это, конечно же, Хаги-ваги. Всем уже довольно-таки известный персонаж. Рисовать его легко, но только тогда, когда ты это сделал, наверное, минимум раз 10. Если уже совсем беда с рисованием, тогда просто попробуй перерисовать. Через стекло. Или хотя бы смотри на рисунок и повторяй все линии. На глаз. Так я когда-то училась рисовать в детстве. Трендовые рисунки нашего времени были намного скромнее, чем сейчас, насколько я помню. Вкладыши от жвачек Love Is, персонажи мультфильмов таких, как Утины Истории, Ну погоди, Чип и Дейл спешат на помощь, разные принцессы, конечно, я же девочка. Страшилок точно не помню. Хотя ужастики я смотрела. Боялась, но смотрела. Рисовать мне нравилось. Свои рисунки я складывала в самодельно пошитую из обложек тетрадей сумочку с множеством отделов. Каждый отдел в себе хранил определенных персонажей. Поэтому ничего страшного, если у тебя сразу не получится. Все приходит со временем. Главное набраться терпения и упорства. Вторым я нарисую розовую Кисси Мисси. Она прикольная и милашная. Возможно, это только для меня. Уж больно нравится ее розовый цвет и шикарная супер-мега улыбка на все ее личико. Иногда такие персонажи мне напоминают клоуна с цирка. Это они себе такие большие рты рисуют. Специальными красками. Следующий пойдет Candy Cat. Вот про него я расскажу пару слов. Candy Cat – милый котик с неестественно длинным языком для поедания конфет. По сценарию, это одна из многих игрушек, продаваемых компанией Playtime по всему миру. Также образ игрушки известен по другим играм и мультикам. Если кто знает, пиши в комментах. И, конечно же, сама кукла Поппи. Главная героиня игры Поппи Playtime. Ее образ был первым показан в трейлерах к игре. Судя по графике, она тоже аниматроник. Поппи – кукла с сильно вьющимися волосами. Покрашенными в рыжий цвет. Кожа бледная, зато одета в дорогую одежку. Внешне она напоминает милую девочку. Вполне возможно, что часть образа была взята из «Пять ночей Фредди». С героя цирковая Бэйби. Хотя данная Поппи намного милее и приятнее, чем та Бэйби. Девочка с большими и красивыми глазами, шикарными волосами и приятной внешностью. Просто прелесть. Смотри, что у меня получилось. Режем каждый квадрат пополам. Два по горизонтали, два по вертикали. Каждую половину складываем пополам по длинной стороне, формируя сгиб. Раскрываем и две другие стороны загибаем к центральной линии, которую чертили ранее, простым карандашом, когда делили квадрат на четыре равных части. Раскрываем и такие же действия проделываем и со всеми остальными бумажными деталями. Ускорю процесс. Отлично. Переворачиваем первый рисунок, как я, не оставляя промежутка по центру. Наносим клей на ту часть, которую я закрасила розовым цветом. Угловые квадратики. Клей можно использовать любой. Приклеиваем другой рисунок, но на этот раз с противоположным разрезом, вертикальным. Если не хочешь заморачиваться или непонятно, как я объясняю, тогда просто смотри видео и повторяй за мной. Разрезанные линии должны хорошенько прилегать к друг другу. Но не заходить один на один. Неправильно собранный антистресс-трансформер из бумаги не будет тогда работать. Раскрываем боковые части с лицевой стороны, а все остальные с обратной стороны закрываем. Теперь клей наносим вот сюда и приклеиваем третий рисунок с горизонтальным разрезом. Поправляем, чтобы все было идеально ровно. Раскрываем рисунок, открывая неприклеенные половинки. Одну вверх, вторую вниз. Наносим клей на все пространство квадрата. Приклеиваем оставшийся рисунок грибастенькой милашки. Пару минут даем бумажной поделке подсохнуть, и теперь ты точно знаешь, что делать, если скучно. Антистресс-трансформер из бумаги развлечет любого. Хочешь, научу тебя невероятному фокусу с рисунком Хаги-Ваги из игры Poppy Playtime? Уверена, фокус тебе понравится. Так что готовь бумагу, ножницы и цветные маркеры. Фокус заключается в том, как трансформировать глаза Хаги на другой лист бумаги. Произносим нужное заклинание и... Опаньки! А глаз-то нет, вот они! Ставь лайк и поехали! Подготовим небольшой лист белой бумаги. На нем нарисуем рисунок с Хаги-Ваги. Раскрасим черным маркером или черной гелевой ручкой все контуры рисунка. А пока я раскрашиваю, у тебя есть время подписаться на канал поделки-самоделки. Если, конечно, ты еще не подписан. Присоединяйся к нашей большой творческой команде. С нами весело. И видео всегда выходят самые интересные. Спроси у подписчиков. Теперь приступим раскрашивать и сам рисунок с зубастым персонажем. И подготавливать его для своего невероятного фокуса. С помощью которого ты запросто заставишь думать любого, как это происходит. Это отличный лайфхак для школы. Удиви своих одноклассников на переменке. Классная и простой поделка из бумаги. Ведь это так легко. Нарисуй и повтори за мной все действия, которые я покажу дальше. Ведь только ты узнаешь самый главный секрет фокуса. Если досмотришь видео до конца. Немного придадим рисунку Хаги-Ваги объема и реалистичности с помощью теней. Которые подрисуем тоном такого же цвета, только чуть темнее. С ними ваш рисунок будет выглядеть шикарно. Ручки и ножки раскрасим желтым цветом. И тоже придадим им тени. Рисунок с Хаги-Ваги готов. Как вы заметили, он без глаз. Кладем рисунок в прозрачную обложку. Которую можно позаимствовать у любой школьной тетради. На обложку сверху приклеиваем логотип. Или любой другой рисунок, который закроет лицо Хаги-Ваги. Вот так. Переворачиваем рисунок таким образом, чтобы логотип Поппи Плейтайм был сзади нашего персонажа. Приклеиваем на обложку глаза. Зафиксировать их можно обычным скотчем или двухсторонним. Глаза для Хаги-Ваги я нарисовала на обычной белой бумаге. Раскрасила черным цветом и вырезала. Получились два кружочка. Подготавливаем еще один такой же пакетик. Только вместо рисунка рисуем просто глаза. Вдеваем рисунок в обложку. И сверху на обложку приклеиваем логотип. Я уверена, что фокус Хаги-Ваги заслужил твоего лайка. Всем суперского настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok